У нас сегодня есть замечательные гости. На наш прекрасный вечер приехали издалека. Вот, например, одна из таких гостей, я бы сказала, это сестра Альфея Ханна, отличник здравоохранения Республики Ваших Росстах, Бурисарах Адон Альфеев. Пожалуйста, пожалуйста, Бурисарах Альфеев. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень рада вас видеть. Спасибо, что пришли на сегодняшний наш замечательный вечер. Бросили все свои дела домашних. Конечно, полежали бы, поспали бы, телевизор посмотрели, но вы сюда пришли, как некоторые сказали. Спасибо большое. И спасибо, что поддерживаете, особенно единомышленники. Иногда, на мой взгляд, бредовые идеи моей сестры. Конечно, она, с одной стороны, такой человек шебутной, но всегда находит единомышленников. Откуда она их находит, я всегда поражаюсь. И поскольку творчество моей сестры, сестренки, связано с отцом, я хочу немножко рассказать о нем. Наш отец родился, как сказано у нас в Римской области, 19 лет, был призван в 42-м году на войну. И осенью уже на Западном фронте был взят в плен со всем своим полком, с генералами, с командирами. И 4 года он томился в концлагере Дахау. Сперва он был в лагере, потом при помощи там врача, который был, был отправлен на работу к этому, к Бауэру, как он говорил, немецкому. Этот доктор он говорил, Миша, ты еще молодой, ты должен выжить, ты должен вернуться домой. И тебе только дорога, тебе надо идти работать к крестьянину, чтобы и ты выжил. Днем они работали на него, вечером возвращали их в лагерь. Отец там наш писал, он до этого писал стихи, он поступал перед войной в это предучилище, даже был грамотным человеком, очень начитанным. И продолжал писать в затачине, скажем так. Я до сих пор вот удивляюсь по происшествию многих лет, возвращаясь, читая его стихи. И такой романтичный, романтик был, такие красивые стихи писал. И я прям удивляюсь, любовь к родине, любовь к его близким, родным. И он всегда хотел вернуться домой. Все стихи пронизаны любовью к родине, мечтой, что он возвратится домой, обнивает своих родных, близких. Тяжело ему было там, когда попал в плен. Гоняли их по всей Европе, как он говорил, колонны пешком. Тяжело было идти, кто падал, кто ранен был. Фашисты пристреляли в живот, чтобы в мучениях умирал. Но он выжил 4 года, был в 45-м году, сбежал из плены, когда начали наступать американские войска. В конце концов, они их освободили и поместили в фильтрационный лагерь. Через СИТ и НКВД многие смогли пройти, в том числе наш отец, многие не смогли. И по происшествии многих лет, вот сейчас историю переначивают, переделывают. Отец всегда относился с чувством, как с благодарностью, что он с понятием относился. Он говорил, политика Сталина тогда была правильная. Это было необходимо, потому что на самом деле тогда было много предателей, которые, не выдержав от этих испытаний, переходили на сторону врага. И он никогда не критиковал Сталина, никогда он говорил, он делал правильно. На тот момент это было необходимо. Развратился он в 47-м году, два года служил писарем в штабе войск, потому что он был очень грамотный, красиво писал, вообще красиво писал он. Почерк такой был красивый. Но все равно он хотел домой вернуться, в 47-м году вернулся домой. Мечта его сбылась, но тут его ждали совсем иные, тяжелые, намного тяжелее, чем он говорил иногда там, потому что его здесь встретили как врага, как предателя. И он много лет жил с этим кремом. Конечно, тяжело ему было. В училище, конечно, его не восстановили. Из партии, его исключили, он был партийным, я что-то путаю. Он потом в партию вступил, да, потом вступил. Это клеймо предателя, клеймо народа. Коснулось и нас. Мы росли и с этим кремом. И на нас сказалась тоже вот эта политика, скажем, можно сказать, даже политика нашего народа, нашей деревни даже. Закомплексованная росла наша семья, тяжело было нам. Но мы, как сказать, мы выстояли благодаря тому, что отец и мать воспитали нас достойными людьми. Они всегда говорили, все равно, не то что, все равно правда за нами. Народ когда-нибудь это поймет. Они нас вырастили в дружбе, в согласии с другими народами. Мы всегда дружили со всеми, кто нас окружал. Рядом с нами немцы жили. Отец, конечно, мог бы ненавидеть их, потому что он прошел ад этот, но он всегда дружил с немцами. Они всегда у нас бывали в гостях. Мы до сих пор с ними дружим. И мы благодарны нашим родителям за то, что они нас воспитали такими правильными, скажем так. Адекватными, да. Отец потом вцепил в партию, он был ярым партийцем. Всегда защищал дело партии. Вот даже когда была кампания, что надо Ленина захоронить, перезахоронить, надо убрать его из мавзолеи. Он выступал за то, чтобы оставили его там. Это наша история. И он тогда собирали в пользу вот этого мавзолея деньги. Отец тогда 20 тысяч отдал Альфии. Отдай лично в руки в обком партии. Это мой вклад, чтобы оставили Ленина. Когда Альфия понесла к нему, он вообще обалдел, говорит. От того, что такую сумму денег принесли на это дело. Никто столько денег не принес. А он 20 тысяч передал. Наша мама тоже была очень умная и грамотная. Она всегда была нашим, как сказать, наставницей нашей. Она была примером для нас. И вот первым слушателем стихов и песен Альфии, она была мама наша. Потому что отец, говорит, не успел он увидеть. Альфия, когда же новые стихи сочинит. Слушать-то некому. Я занята, я на работе. Она всегда звонила маме. Мама, послушай, как это, как это. Она всегда исправляла, и они всегда были наравне. Скажем так, они вместе создавали эти стихи. Что еще хочу сказать? Спасибо всем за то, что сегодня пришли. Альфии тоже спасибо большое, что она продолжает дело нашего отца. И какие бы эти идеи блюдовыми ни были, я ее поддерживала, всегда поддерживаю. Потому что она у меня одна единственная. Обещаю про всех, еще дальше буду поддерживать. Спасибо всем. Спасибо за здоровье вам всем. Мира и покоя в ваших домах. Спасибо большое. Спасибо большое, Ульца Рахановых, за ваши прекрасные воспоминания. Такая нотка у нас. Ну а сейчас наша заявленная песня на слова Витя Галяма Ибрагимовича Агеева. Хохош. Пожалуйста, Арсен. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует...